Завтра в Москве выступит пятый из Битлов, самый первый в легендарной группе барабанщик Пит Бест. Сейчас он гостит в Петербурге со своим ансамблем, а накануне вечером в северной столице прошел большой концерт памяти Битлз. Изюминкой стало то, что вместе с известными российскими музыкантами тряхнул стариной и ветеран Битлов, предшественник знаменитого Ринго Стара. Репортаж Александра Чиженка. Так встречали в Петербурге барабанщика группы Битлз, но имя его вовсе не Ринго Стар. В Ливерпульской четверке был еще и пятый. Пит Бест сидел за ударными раньше Ринго. Почему он остался Джоном, Полом и Джорджем, есть разные версии. Одна из популярных – Пит был красавчик, и девушки любили его больше, чем остальных. Спустя полвека пятый Битлз это предположение не подтвердил, но и не опроверг. У меня было много подружек, и это замечательно, но если это и стало причиной, то довольно глупый. У всех в группе после каждого выступления хватало поклонниц. Два года за ударной установкой – не единственный вклад Пита в антологию Битлз. Хотя на обложке клуба одиноких сердец сержанта Пеппера Питера уже нет, без его участия фотография выглядела бы иначе. Медали, которые были надеты на Джоне, на самом деле принадлежат моему деду. Он их заработал, когда служил в Индии, а мама сохранила. Когда Джон был у нас дома в 59-м году, мама показала ему эти медали. Записывая сержанта Пеппера, Джон про эти медали вспомнил и решил, что будет здорово одеть их для фото. Генеральный консул Британии отменил все дела, чтобы поужинать с Питом. Он с детства фанат Битлз. Каждый человек в Англии. У нас такие Битлз, как молоко. Это музыка нашей жизни в Англии. Свой первый в жизни визит в Россию Бест решил начать с города, который, как он считает, носит его имя. Я приехал посмотреть, как идут дела в моем городе. Но инспекционная поездка не задалась. Когда на Дворцовой площади экскурсовод рассказал, что 6 лет назад здесь выступал Пол Маккартни, настроение экс-ударника Битлз испортилось, и он отказался от запланированной фотосессии на фоне памятника царю тезке. В отличие от Пола Маккартни, Питера Беста, который приехал в Россию со своей собственной группой, организаторы гастролей, предоставили не центральную площадь города, а сцену ДК в одном из рабочих районов. Но истинных поклонников Битлз это не смутило. Зал заполнили те, кто готов молиться на все и всех, кто хоть как-то связан с их кумирами. И хотя музыкальная биография Беста разнообразна, он играл с Рэм Чарльзом, с Чаком Белли и с другими известными музыкантами, в этот вечер в исполнении группы Pete Best Band звучали знакомые мелодии Битлз. Александр Чижинок, Марк Тюни, в Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург.